Почему нам всегда нравится, когда нам улыбаются? Почему нам нравится, когда у человека есть какая-то харизма? Вот он заходит в комнату, ничего еще не сделал, а все на него смотрят. Хотите такую харизму иметь, да? Ну тогда надо улыбаться, наверное, а не сидеть вот так же. Послушайте, интересная вещь. Я хочу в одном из следующих роликов рассказать о том, что такое явление понимания. Вот вы, допустим, мучаетесь над каким-то вопросом, читаете что-то, смотрите какие-то там материалы, размышляете, вот так вот, сидите. А потом в какой-то момент озарило. Вы поняли. Вот это состояние понимания. Ну как это сделать по заказу своему собственному, чтобы вы быстрее поняли что-то? Ну не вы имеется в виду, а я, вы, он, они. Как говорил Райкин, мы его не любим, но он тоже. И те, кто любит. Кого любим. Да, как сделать так? Ну, интересно. У меня друг был, профессор Леонтьев, Алеша. Он был профессором, он известный профессор. Известный профессор был, Леонтьев. Он был и нейролингвист. Психорингвистикой занимался. Да, но в институте Пушкин не работал. Это сын известного академика Леонтьева. Но сам Алеша тоже потом академиком Рау был. А академик Леонтьев, который разработал теорию деятельности и так далее, посмотрите в интернете, академик Леонтьев. Только не перепутайте отца с сыном. Это оба выдающихся человека. И вот Алеша как-то мне рассказывал интересную историю, что, чтобы человек понял, говорит, иногда бывает такое, говорит, что прямо вколачиваешь это ему, вколачиваешь, а он, говорит, не понимает. А потом в какой-то момент это анекдот такой. Дал ему так по затылке раз. Ну, что, понял, говорит? Он говорит, да, понял. Но почему он понял? На самом деле эта история реальная была, хотя это анекдотическая. Понимание. Это вопрос очень серьезный. Это такой серьезный вопрос. Потому что вот вы, допустим, накопили очень много-много противоречивых сведений и не можете понять ключевую идею. И вдруг в какой-то момент у вас наступает озарение. Вдруг вы поняли. И все расположилось в причинно-следственных логических отношениях. У вас был эмоциональный интеллект, так сказать, до этого. А потом появился разум. И эмоции ушли. И причинно-следственные связи появились. И вот что там лежит между причинами и следствиями в этой логике? В этой логике лежат законы логики. Не противоречивость. То есть, по существу... Короче говоря, сейчас я и сам не могу точно выразить эту формулу, которую я хочу вам выразить в одном из следующих своих роликов. Что такое явление понимания и почему оно у нас происходит? Вот этот инсайт озарения. Когда мы вдруг поняли, я хочу рассказать о том, что это за состояние. Оно же иногда даже дает неописуемый восторг. Неописуемый восторг. Да. Ну, как говорил Чинскен Михаил о своем потоке, своей теории, это наступает экстаз. Экстаз. Ну, значит, там какие-то эндорфины и дофамины выделяются вместо адреналина. Сначала были адреналины, а при адреналинах кислорода, значит, в клетки мозга меньше поступает, потому что все работает, напряженно, бьется сердце. Это инсекты самосохранения. Бей, беги, оцепеней. Да. А тут созидательный момент. Когда все сложилось у тебя, все пазлы сошлись, и вдруг у тебя вот этот вот адреналин, как говорится, сменился на эндорфины в момент, когда ты понял. Понял, это хорошо. И теперь ты смотришь на эти вещи. Оно было все очевидно. Оно лежало прямо на глаза. Ну, как говорил Есенин, лицо у лица не увидать. И, как говорится, дальше носа своего не видишь. И вот лежало на глазах, и оно было. Но ты не отдавал этому себе отчетов, значимости этого какого-то момента, какой-то точки зрения, с которой посмотрел на все, и все у тебя из этого хаоса в порядок уложилось. Вот это состояние понимания для многих людей, которые любят думать, кайф доставляет. Да, эндорфин выделяется, кайф доставляет. Они этим лечатся. Да, я даже вам расскажу, как соединить мыслительный процесс, когда вы думаете, с центром удовольствия у мозга. И вы будете все время думать, и понимать, и получать кайф. Это просто удивительное явление. И через это очень быстро развивается это личностный рост такой. Да, и там есть очень важный момент, нулевое состояние, о котором я тоже скажу, как оно, какой момент оно там включается. Чтобы вы из такого состояния пришли в такое блаженное и блаженное, и у вас в этот момент и гормоны, и дыхание, и харизма, и магнит вашего обаяния. Да, это удивительная штучка. На Эйнштейна посмотрите фотографии, какой он обаятельный. Вот будете, Эйнштейн, я вам гарантирую, вам будет нравиться думать. Да, это такой кайф. Особенно в моменте понимания. Да.